И вас поздравляю, друзья. Будут очень хорошие такие веселые праздники. То есть один праздник, один день. Но на самом деле это много значит о том, чтобы вернуть нас, напомнить об особенной роли женственности. Не того феминизма, который создали, а именно больше обратить внимание на женственность, потому что от этого зависит внутреннее эмоциональное состояние педагогов. А педагогов у нас 80, даже больше 80% педагогов у нас женщины. А в детском саду можно сказать, что это 100% у женщины. Так что чем больше вы более женственны, счастливы, тем лучше вы можете реализоваться в своей профессии и дать больше пользы детишкам, которые находятся под вашей опекой. Так что приветствую всех вас. И сейчас мы как раз поговорим, что такое создание индивидуальной траектории профессионального развития. Наш рост очень важен. И почему это важно? Даже Гоголь говорил, чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя. И самое интересное, наверное, согласитесь, что воспитание самого себя – это постоянный процесс. Он никогда не заканчивается. Мы каждый день чему-то учимся и развиваемся. С детьми, без детей, с учебниками, с книгами, без курсов. Вы, наверное, замечали, если согласитесь, поставьте огонечки, что есть вещи, о которых вы вчера думали по одному, а сейчас вы думаете по-другому. Почему? Потому что изменилось информационное поле, произошло наше личное саморазвитие, мы развиваемся. И благодаря этому нам приходят новые знания, приходится себе воспитывать новые качества, делать что-то по-другому. Вот это, например, траектория моего развития, которая началась, вот если первый диплом, наверху это диплом окончания консерватории, потом я преподавала, было 10 лет обучения через работу, я постоянно обучалась у детей. А потом пошло другое, мне захотелось развиваться. Где-то 40 лет для меня был преломный момент, когда я почувствовала, что надо что-то сделать. С тех пор пошли активные обучения в области психологии, когнитивистики, ораторское мастерство, это коучинг, сейчас еще и методология. То есть постоянно идет развитие, и мне есть что вам рассказать. Поскольку я совершенно разные курсы проходила, я могу вам подсказать, как выбирать, по какому принципу. Во-первых, кстати, у нас тут все участники из детского сада, есть ли из детсадовской группы, или есть кто из других областей. Может, постарше, школьное звено. Во-первых, для чего нужно развитие? Актуализация знаний, профилактика собственного выгорания, здоровья, сбережения, библиотека, дошкольно-образовательные учреждения, старшая группа. Вот. И личностное развитие. Смотрите. Актуальные знания. Какие сейчас актуальные знания для каждого работника дошкольного образовательного учреждения? А есть новички с нулевым опытом работы в этой сфере? Здорово! Поздравляю! Значит, у вас, ну, будет, вам тем более будет интересно. Ну что ж, во-первых, это детская психология. Сказать, что за последние 10-20 лет были проведены просто революционные открытия по психологии, это всего лишь часть истины, потому что очень много было сделано из социологических наблюдений, не опросов, а именно наблюдений. Как меняются дети. С другого стороны были понятия поколения X, Y, Z. Сейчас приходят совершенно другие дети. И вы, наверное, кто поопытнее, не начинающие, а те, кто опытнее, заметили, что дети, которые приходили к вам 5 лет назад, те, которые пришли в этом или в прошлом году, они очень сильно отличаются. Это как будто совершенно другое поколение. Они по своему восприятию, по своим действиям отличаются. Дети очень сильно меняются, приходят, причем меняются не от того, что они обучаются чему-то, а потому что они такими пришли в этот мир. И вот эти знания психологии очень важны. Актуально знание, как работать с родителями, потому что, когда вот такие приходят новые дети, родители пытаются их воспитать так, как воспитывали их свои родители, но поколение другое, информационное поле другое. И они часто не понимают, как с ними строить отношения таким образом, чтобы они не упирались рогами, когда что-то не то, как они знают, а чтобы были с вами сотрудниками. Это тоже актуальные знания, которые надо бы изучать, поискать, посмотреть, как с ними общаться. Социальная психология что нам дает? Это управление толпой. У вас же группы. Это группы. Есть определенные технологии, как сделать, чтобы работала группа. Потому что один ребенок может все там таким образом перемешать, что у вас группа развалится и совершенно по-другому строится, когда у вас один-два человека, там работаете с ним. И другое дело, когда пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тогда по-другому надо строить отношения. Вот здесь уже знания нужны по социальной психологии. Эмоциональный интеллект – это умение понимать, умение чувствовать, умение говорить, умение реагировать на собственные эмоциональные импульсы. То есть это те направления, которые можно развивать. Если у вас, вы чувствуете, что в какой-то момент возникают сложности с управлением, вот сильная обидчивость, вас обижают, или, может быть, ваши слова не так понимают, это связано с эмоциональным интеллектом. Потому что важно не только чувствовать то, что чувствуют другие, а понимая это, с ними таким образом строить разговор, чтобы вы для них были правильно поняты, поняты так, как вы говорите. Потому что вы можете сказать на родительском собрании одну и ту же фразу всем родителям. Кто-то с радостью примет, кто-то в штыке, а кто-то вообще обижен. Ну вы что, по-разному совершенно люди понимают. И вот знания эмоционального интеллекта нужны и в этом вопросе тоже. Творческие навыки. Ну, с детьми как без творчества, без импровизации. С ними и танцевать, и прыгать, и бегать, и в зайчку и в лисичку поиграть. Так что творческие какие-то навыки, чтобы строить отношения с ними, играть, игровые какие-то механизмы придумывать и подстраиваться под это тоже нужны. Может, кому-то нужно пройти актерское мастерство, чтобы снять с себя какую-то телесную зажатость. У нас новые технологии педагогики. Они связаны и с изменяющейся психологией, и с тем, что появляется все больше цифровых технологий в нашей жизни. И даже с детьми мы их уже используем. Конечно, управление цифровыми технологиями. То есть это смешанные и отдельные направления. Почему именно эти знания актуальны? Вот здесь и перед вами схема такая, глобальное знание. Еще в 2005 году ученые обнаружили, что знания удваиваются каждые пять лет. К 2020 году уже было удвоение каждые 72 дня удвоения знаний. Знания, то есть то, что предлагают магазины, книги и так далее. Информация, которая в интернете, которая в телевидении говорит, эти знания удваиваются. Информация удваивается, причем часто взаимопротиворечащиеся. Появляется новое научное открытие в связи с цифровыми технологиями. Теперь это бигдаты и так далее. Аналитическая часть идет намного быстрее, что ускоряет новые открытия. Поэтому новых знаний постоянно много. И чтобы быть в курсе, надо бежать. Как Алиса говорит, чтобы не отстать, надо не ходить, а немножко бежать. Тогда, может быть, ты чуть-чуть вперед, может быть, и продвинешься. И поскольку это связано с биологией, когнитивистикой, мы видим. И вот меняющиеся поколения детей. Как мы строим траекторию развития? Ну вот скажите, пожалуйста, есть вопрос, когда у них вопрос-проблема, и срочно нужно найти решение. И человек идет обучаться чему-то. Например, сложный ребенок, с которым не находит контакта. Человек идет, начинает искать психологию возрастную, особенности и так далее. Это от проблемы. Или у вас гиперусталость. Вы идете и ищите, как избавиться от него. Это решение проблемы. Но есть другой вид построения, когда вы заранее планируете. Вот я хочу продвигаться, усовершенствовать свои знания в чем-то. И планируйте на год, два, три вперед траекторию своего саморазвития. Пожалуйста, напишите в чате или нажмите огонечки, те, у которых есть прямо сейчас горящая проблема, которую нужно быстро решить. Может, сегодня или вчера. Это может быть проблемный ребенок, это могут быть технологии, это может быть нехватка времени, как организовать свое собственное время. Это может быть профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, усталость. То есть есть некоторые проблемы, и вы чувствуете, что надо чему-то обучиться, чтобы быстрее решить эту проблему. Но очень хорошо, только один огонечек. В основном у всех, так, у большинства этой проблемы нет. Это можно сказать здорово. Тогда вы можете планомерно не... О, появились, появились. У нас все-таки информация идет с небольшой задержкой. Есть, конечно, такие люди, и это нормально. Не это нормально. Мы планируем что-то, но жизнь у нас иногда решает свои вопросы по-другому. Пирамида Дилса. Для чего она ее здесь показала? Пирамида Дилса показывает, как мы изменяемся. Любое обучение должно внести какие-то изменения в нас. Этим, если мы смотрим, и как это меняется. Начнем снизу. Вообще окружение показывает, что я имею. Это и предметный мир, который нас окружает, и вещи, и люди, которые нас окружают. Это ваше рабочее пространство тоже. Соседи, родные, близкие. Это то, что мы имеем, друзья, коллеги. А почему мы имеем? Потому что мы приняли какие-то действия. Было у нас определенное поведение. Мы гуляли где-то, встретили человека, создали с ним семью. Было действие. Дальше. Пошли учиться в определенный институт и поступили на работу в детский сад. Поэтому мы там работаем. То есть наше поведение принесло к тому, где мы находимся. Но почему мы выбрали это поведение, эту профессию? А потому что у нас были способности к этому. Например, легко ладить с детьми или что-то другое. А почему мы легко ладили с детьми? Потому что у нас были ценности, убеждения. Смотрите, мы с каждым вопросом поднимаемся на ступеньку выше. У нас были убеждения, что с детьми интересно, потому что воспитывать детей – это важно. А идентичность какая? А я легко лажу с детьми. Получается, вот из этой идентичности выше идет миссия. И когда человек осознает свою миссию, моя миссия в том, чтобы воспитать детей умными, счастливыми, не знаю какими. Моя миссия в том, чтобы принести больше света, добра в этот мир. Сделать так, чтобы детей был достаточный запас, чтобы пойти в школу, стать хорошим человеком и так далее. Это миссия. Я говорю из тех примеров, которые ближе к присутствующим участникам. И сферы именно воспитательной работы. Так вот, что получается. Если мы хотим где-то внести изменения, мы поднимаемся на ступеньку выше только тогда. Если мы хотим поменять наше окружение, мы должны поменять наше действие. Сделать какое-то другое действие. Переехать в другой город, пойти в другое окружение или куда-то. Почему мы делаем это? Потому что у нас есть определенные способности. Как я выбираю, куда пойти, как пойти, зачем пойти. Если мы планируем наш профессиональный рост, то нам нужно задать, во-первых, первый вопрос. Миссия, а для чего я хочу что-то сделать? А почему я хочу, для чего, что это мне даст и что я дам миру? Вот исходя из этого. Если я хочу, чтобы, например, дети лучше учились в школе, мои ученики, тогда я, может, пойду в образовательную, буду изучать образовательную кинезиологию, который через физическую активность позволит детям быстрее развиваться гармонично. Если я хочу помочь отстающим детям, тогда я иду в нейропсихологию. Если я хочу, чтобы научились лучше общаться, то это другое. Если я хочу создавать образовательные системы, я иду, становлюсь методистом. Понимаете, вот первый вопрос мы должны задать. Для чего я хочу это? Вот скажите, для чего вы хотите развиваться? Вы можете прямо сейчас написать в чате или у себя записать. Для чего? Миссию. В чём вы видите свою миссию? Я не говорю предназначение, а миссия в этой роли, в той роли, в какой вы находитесь. Воспитатель, это психолог или кто? Может, директор даже детского сада. В чём ваша миссия? Где вы это видите? Исходя из этого, уже будет выстраиваться остальная цепочка. А теперь следующий вопрос. Что пока вы думаете, в чём ваша миссия? Очень важный вопрос. Внутренняя удовлетворённость педагога – это главная его задача. Почему? Почему? Потому что неудовлетворённый педагог – это злой педагог, недовольно депрессивный. Как он влияет на группу – плохо. А ещё хуже, знаете, в чём? В том, что то, что вы отдаёте мне, отражается вам. У вас в группе 10 детишек. Если у вас плохое настроение, вот эти 10 или хотя бы 8 из них будут возвращать вам ваше же плохое. Вам станет ещё хуже. Вы, наверное, замечали, что когда у вас плохое настроение, как будто придёт какой-нибудь ребёнок и сделает всё не так. Придёт какой-то родитель и проявит недовольство. Как будто комом собирается. Когда плохо, становится ещё хуже. А наоборот, вы пошли с хорошим настроением. Даже человек, который недовольно пришёл к вам, посмотрел, расслабился и успокоился. Поэтому внутренняя удовлетворённость и гармония – это первейшее, что должно быть у вас. И такой вопрос. Вот смотрите, тут 5 вопросов. Посмотрите, и сколько у вас «да» появляется здесь, и сколько «нет» на эти вопросы. Первое. Легко ли вы просываетесь в будни? А своё плохое настроение оставляем за забором детского сада. Это большая смелость. Но оставлять и справляться с ним – это разные вещи. Потому что если вы оставили за забором, то, выйдя из забора, вы его заберёте с собой и пойдёте домой. Будут страдать ваши домашние или вы сами. С плохим настроением нужно найти корень и его решить. Первая причина – вот что самое важное. Потому что если у нас плохое настроение, и мы с ним ничего не делаем, а только скрываем, оно внутри нас прорастает различными болезнями. И рано или поздно выскочит наружу. Или в виде болезни, или плохого настроения, или чего-то. Второй вопрос – комфортно ли вам на работе? Приятно ли вам приходить домой после работы? Довольны ли вы проведёнными выходными? И смогли ли отдохнуть во время отпуска? Вот всего лишь пять вопросов. Насколько из них вы поставили «да»? Ответы. Ага. Кроме последнего вопроса. В основном, да. Кстати, вы знаете, когда идёшь на бизнес-курсы, или общаешься просто, интервью даёт люди очень состоятельные. Знаете, они о чём говорят? Они говорят о том, что когда планируют год, прежде чем планировать какой-то карьерный бизнес или какой-то доход, они планируют отпуск. Отпуск. Почему? Отпуск – это как награда. Если у тебя вот этот отпуск тебя греет, ты ради него к нему стремишься и работаешь намного легче. То есть, если у нас есть там награда, морковка какая, которая висит, яблоко, ананас, что угодно. Награда, которая сияет, блестит. Вот я это сделаю и дай, а потом вот получу это. Отдых на море, поднимусь на Гималайя, не знаю что. Это то, что вас греет. Это их вдохновляет. А мы, обычно большинство людей, я тоже в том числе, отпуск по остаточному принципу. Ну, когда будет время, вот тогда, ну вот всё сделаю и закончу, если может быть время отдохнуть. А надо немножко по-другому. Нам нужно отдохнуть до того, как мы устали. Вот так вот, если в этом опросе у вас есть ответы «нет», один, два или три, тем более, то это говорит, что если оставить всё на самотёк, может перерасти выгорание. О, здорово. На вопросы отвечаю «да». Очень хорошо вы устроили, значит, свою жизнь, свою работу. Прекрасно. Колесо баланса, для чего оно нужно? Оно как раз-то показывает траекторию вашего развития. Знаете, у нас вебинар называется «Индивидуальная траектория профессионального роста педагога». Смотрите, даже если вы будете заниматься не, казалось бы, не касающимися карьеры, профессионализма, занятиями, например, пойдёте научитесь вышивать крестиком или танцы какие-нибудь, да, то это всё равно отразится на качестве того, как вы будете работать. Любое развитие, в любой из сфер, в любой сфере вы внесите положительные изменения, это повлияет на всё остальное. И вот этого колесо баланса, вы, наверное, с ним знакомы, но не помешают ещё раз для самих себя, просто для себя, не в чате, а поставьте себе оценочки. По десятибальной шкале, насколько вы довольны своей карьерой и работой, финансовым состоянием, здоровьем, насколько у вас налажены отношения с друзьями, родственниками, вы с ними встречаетесь, выходите, гуляетесь, есть конфликты, нет конфликтов. Любовь и романтика с любимым человеком, личностный рост, отдых, развлечения и общие условия жизни, то, как вы живёте, местность, горы, деревни не имеют значения, дом, вот то, что вас окружает, насколько вы довольны этим. Для чего это колесо баланса даётся? Как его надо заполнять? Не сильно умом можно отключить. Мозг просто, вы читаете, от одного до девяти, вот в мозг приходит какая-то цифра необдуманная, вы пишите, а потом проанализируете. Иногда человек кажется, что он полностью этим доволен, но вот его подсознание ему говорит, «А нет, милый друг, вот здесь ты всё хочешь забыть об этом, не показывать даже самому себе, но вот такая проблемка есть. Немножко подумаю в эту сторонушку. А часто мы забываем про здоровье, потому что надо быстро вот это сделать, это сделать, но деньги заработать – это важно, карьера, конечно, в доме сделать ремонт отношений и так далее, я же обязана и так далее, вот все обязанности сделать, а позаботиться об отдыхе и о здоровье мы часто забываем, пока, как говорят, петух не клюнет или рак на горе не свистнет. А надо о себе позаботиться намного раньше. Как мы делаем? После того, как заполнили это направление, у вас будут уже какие-то подсказки. Это сейчас не показывает ваш карьерный рост, это показывает те зоны, которые, может быть, вам нужно бы развивать. Заполните. Как можно потом их развивать? Берём не самую слабую, самую слабую туда вкладывать энергии очень сложно. А вот начать из сильного, что у вас есть, сильная использовать для того, чтобы вот подтянуть это. Может, там, где у вас в идеале немножко уменьшить время, энергии, вы же вкладываете в это, чтобы у вас хорошо получалось, там идёт энергия, много энергии, оттуда чуть-чуть энергии, времени возьмите и уложите там, где не хватает, где поменьше. Иногда бывает, человек хочет развиваться в карьере, он развивается, развивается, но что-то тормозит. Что тормозит? Сматриваемся. А причина – это те зоны. Вот колесо не едет, потому что оно вот так зигзагово, неровно. Что может помешать вашей карьере? Иногда любовь и отношения могут сильно помешать в карьере, если человек верит в то, что одновременно строить карьеру и семейные отношения невозможно. А другой человек думает, что возможно, и у него всё идёт хорошо. То есть это не обязательно так, это наши внутренние убеждения. Есть колесо баланса по-другому, ролей, поскольку здесь в основном женщины, и я не думаю, что есть мужчина, у меня все женские роли. Роль жены, роль педагога, учителя, воспитателя, роль мамы, роль подруги, коллеги, дочери, сестры. Насколько вы довольны своими ролями? Насколько вы считаете, что отдаёте и получаете? Потому что есть две оценки. Отдаю и получаю. Человек может отдавать, как жена, много, но ей кажется, это субъективное всегда ощущение, что ей не дают, как жена. Как мать, она даёт много, но ей не надоёт. Или наоборот, дети как бы довольны, мама им хватает, она думает, я, наверное, недостаточно, уделяю время своим детям. Вот я в саду, там всем пошла, что надо сделать, а вот своим детям не могу достаточно отдать. То есть это ваше субъективное ощущение. Но к этим ощущениям надо обязательно прислушаться. Вот когда будете оценивать колесо баланса ролей, оценивайте, давайте две оценки. Даю и получаю. То есть баланс. Насколько балансированы. И здесь, что важно, обратите внимание, если разница минимальна или нет разницы в том, что вы даёте и получаете, это нормально. Диссонанс получается, когда вы отдаёте много, меньше получаете. Или много получаете, но меньше получаете. Принимаете. Вот этот дисбаланс, обратите внимание на те зоны, где вы почувствуете, почувствовали дисбаланс. Наверняка в какой-то своей роли вы можете... Я, наверное, плохая дочь, вот давно не звонила маме. Что можно сделать? Ну, можно прямо, хоть после вебинара или вечером, запланировать себе какое-нибудь действие. Как только мы видим дисбаланс, мы планируем действие. Потому что это внутреннее ощущение, что я что-то не сделала кому-то. Мы скрываем, откладываем, а потом мы те же самые отношения транслируем к тем людям, которые нас окружают. Приходит родитель, ребёнка. Например, возрастом моей сестры у меня в голове свербит, что вот этот родитель, он плохой. А потому что моя личная проблема. Друзья, секунду, я буквально секунду отойду. Продолжение следует... Матя, назад, на эго. Всё, извините, я на месте. Итак, вот обратите внимание вот какие-то вещи, потому что где, когда у нас что-то недостаточно, есть пробел, и мы не решаем этот вопрос, мы его, это шило из мешка, которое может выскочить и уколоть совершенно другому человеку. Рикошетом попасть не тому, кому мы хотели направить. Поэтому обращайте внимание на дисбаланс. И когда мы решаем вопросы своего эмоционального выгорания, мы лучше понимаем окружающих людей. Почему? Если мы прорабатываем на уровне тела, то есть идём гимнастику, делаем зарядку, то у нас бодрость в теле, и вдруг параллельно мы учимся каким-то упражнением, чувствуем, как наше тело действует, и эти какие-то вещи мы начинаем делать с детьми. Проявляется? Проявляется. Душа, когда мы начинаем лучше чувствовать, мы же детям сказки рассказываем, и вот эта душевность уже отражается на сказках. Нам нужны какие-то знания, прокачать ум, прокачать своё мышление, по-другому посмотреть на ситуацию тоже влияет. Когда всё это мы делаем, у нас появляется вдруг неоткуда энергия. Энергия появляется, когда мы прорабатываем душу, тело и ум. Но есть ещё секретное оружие, энергия прокачивать через дыхательные практики. Вот месяц назад у меня было в две недели такое депрессивное состояние. Причины как бы нет, но вот нет энергии и нет. Я восстановила дыхательными упражнениями Вима Хоффа. Вим Хоффа. Вы в Ютубе можете забить, посмотреть. Это 30 глубоких вдохов, выдохов. Вдох через нос, выдох через рот. Таким махом. 30 раз. И дальше выдыхаем всё, и стоим себе с воздуха. 30, 40, 50 секунд, минута, две минуты. И потом опять вдох с задержкой. Один цикл. И этот цикл может повторять 3-4 раза. За счёт этого упражнения восстановила себе энергию. То есть, друзья мои, если у вас нет возможности поехать в отпуск, на море и так далее, а срочно нужно восстановить себя, вы знаете, что надо что-то делать, и сил нет. Начните с дыхательной практики, с энергией. Или физкультура что даёт? Когда вы занимаетесь физкультурой, начинаете активно дышать. Вот активная работа лёгких тоже очень освежает вас и даёт значительные изменения. Вот тут направление, которое мы развиваем. Можем развивать для себя, а можем развивать как в профессиональном отношении. Если мы хотим, чтобы у детей развивалось тело, то это физическая активность, питание, сон. Мы обращаем внимание, как может ребёнок лучше уснуть. Иногда можно... Я перестала ночью просыпаться, когда засыпаю под медитацию. Расслабьтесь, вдохните, выдохните, представьте что-то, почувствуйте своё тело, руки, ноги и так далее. Вот эту медитацию я уже два месяца слушаю, полтора месяца, и 18 минут я ни разу её до конца не прослушала. Она заканчивается, я уже сплю. И сплю до утра, не просыпаясь. Если я не слушала, то в ночь два-три раза просыпалась. Вот такая вещь. Ребёнок днём спит, ложится на обед. И если они шалят, это одно дело, но с другой стороны, если мы включаем приятную музыку, и они засыпают под приятную музыку, или идёт лёгкая медитация, в котором говорится, что каждый ребёнок, что он хороший, у него здоровое тело, у него ум хороший, он внимательный, у него внимание, хорошая память, он пойдёт в школу, будет прекрасным человеком, его любит мир, Бог любит природа, любит небеса, любит его. И вот это ощущение, может, то, что не хватает в семье у ребёнка, может заполниться простым. Такой вещью, если в группе есть беспокойство среди детей, агрессия какая-то, мы можем ведь использовать дневной сон, то есть включить всего лишь какую-то запись, можно даже самим наговорить вот это и включать, посмотреть, как это влияет, насколько хорошо дети спят, насколько хорошо они отдыхают. Душа – это управление, душа – это психика, то есть управление чувствами, гормональный фон и чувство воли. Проводим иногда вебинар обучения, как развивать детям чувство воли, но в детском саду у них волевые функции только-только начинаются. Но предпосылки волевых качеств проявляются уже в 2-3 года, когда ребёнок говорит «нет, не хочу, не буду, и я сам». Это как раз-таки вот эти моменты, когда, зная психологию, мы позволяем им проявить, сказать своё «нет», упрямство. Мы позволяем им проявить это качество, а потом тихонечко обходим его. Это знание, конечно, это знание. Если у нас нет этих знаний, обычно что делает человек? Встаёт и сражается с ребёнком в игру «Кто здесь главный?» Я главный этот, потому что на том простом основании, что я взрослый, да? Взрослый, а ты маленький. Это, конечно же, не педагогично. Я надеюсь, среди нас нет таких. Следующее направление – это ум, внимание, память, концентрация и согласованность. Сейчас очень много упражнений, много говорят о левом, правом полушарии мозга. Так вот, когда у нас согласованы левое, правое полушария мозга, то намного легче работает. А как мы согласуем? Это может быть музыкальные игры в стиле Карла Уорфа, потому что, когда ребёнок стучит одной рукой, второй рукой, у него работает крупная моторика, но две руки уже полушария мозга работают. Когда он и действует, и слушает, и слышит, у него два сенсорных чувства работают, то это усиливает, да? Когда может совмещать и тактильное восприятие информации, и эмоциональное, и аудиальное, и визуальное. Вот это сочетание таких нескольких сенсоров. Мы получаем сенсорное развитие. Я сейчас накидываю вам информацию о том, в какой сфере могут быть знания, друзья мои. И вот это структурируем чуть позже. Сейчас семена как бы раскидываются. И главный вопрос. Если вам перестал процесс работы, перестал нравиться процесс, не результат, а именно процесс работы, то, первое, отдохните. Во-вторых, разберите, что вас утомляет и не удовлетворяет. Это может быть что-то связанное в сфере человек-человек, да? Отношения с кем-то, с ребенком, с родителем. А может быть, это отношение у вас в семье, может, это отношение со своими собственными родителями. То есть с людьми, может быть, с начальством. Это одно. Находим причину, решаем. Это может быть процесс работы. Вот что-то не получается, вот устал уже. Документы, наоборот. Ему требуется много документов. Это может быть просто банальная усталость, но не успела ей отдохнуть. И неудовлетворенность вне работы. Это может быть семья, а может быть личностный кризис. Так вот, следующее самое важное, друзья мои, если вы все сделали, чтобы избежать выгорания, но вы остаетесь, не можете восстановить силы, то пора менять профессию или отдохнуть. Потому что злову, недовольному педагогу в детском саде делать нечего. Это будет вредить вашему здоровью и будет вредить детям. И какие альтернативные виды действия мы можем взять? Виды деятельности, которые схожи с педагогическим работником. Смотрите, я сказала, что мы можем учиться для того, чтобы решать проблему, для того, чтобы строить карьерный рост. Если вы, например, это может быть методист, методолог. Схожие вещи, чем отличаются, даже сами не могут объяснить. Но вот это методист. Умение строить образовательные программы, курсы, продукты и так далее. Это может быть менеджер управления. Вы понимаете, уже возраст пошел, и вы понимаете, что вы можете заниматься наставничеством, можете уже организовать процессы. Тогда мы планируем свое обучение в области менеджмента, управления людьми, управления образовательными организациями, требования структурирования. Это и социальная психология обязательно тоже сюда приходит. Если у вас такие планы, то вы планируете соответствующие курсы. Если вас интересуют психологические вопросы, то это может быть детско-родительские отношения, может педагог-психолог в этом направлении. Также здесь эмоциональный интеллект, когнитивистика, как работает человеческий мозг. Возможно, вам нравится творчество, что-то делать руками, то это может быть дополнительное образование, вы можете вести какие-то другие кружки, например, шить, вышивать, лепить, может быть, это танцы, какие-то разные направления, это может быть музыка, хор, пение, игра на инструментах, которые можно, шумовых инструментов, создания шумового оркестра, как научить детей играть на ложках. Возможно, вас тянет в эту сторону. Если вы чувствуете, что вам нужна творческая реализация, не уходя от своей работы, то можете вот это сделать. Смотрите, это те профессии, которые вы можете в своей же организации развиваться, не уходя на другое место работы, здесь же, но поменять направление, наставничество молодых работников. Может быть, и пойти в другую образовательную организацию, если у вас созрело. И еще. Очень актуально введение сетевых и цифровых проектов. У каждого детского садика есть свой сайт, своя группа ВКонтакте, там группа не знаю где. Вы на базе этого можете создать целую школу для родителей, например, какие-то рекомендации, образовательные проекты. И тогда, возможно, ваше развитие можно планировать именно в сфере освоения цифровых технологий. Интернета, создание, может быть, компьютерных каких-то игр. Ведь сейчас, насколько интересно, берешь книгу, открываешь, читаешь, ребенка, показываешь, там QR-код, подносишь телефон, и вдруг это животное начинает двигаться, начинает разговаривать, начинает еще рычать, урчать, ворчать, на своем языке. Там волны начинают двигаться. Ведь это тоже цифровые какие-то айтишные действия. Возможно, вас в этом интересует. То есть вы делаете это для детей, но по-другому. Часто это кому рекомендуется? Если вы устали от общения, у вас усталость от постоянного контакта с новыми людьми, потому что эмоциональное выгорание возникает больше всего от общения. Есть профессиональное выгорание и эмоциональное. Так вот, эмоционально возникает от общения с людьми. Возможно, вы человек аккуратный, дисциплинированный, и вам хочется иметь дело производством, это секретариат, бухгалтерия, документы, нормализация, чтобы все было чин-чинарем по порядку, по полочкам разложено, не абы как, то, возможно, вы продолжите свое развитие здесь, потому что тот же бухгалтер, если он работал в садике, понимает специфику, он лучше понимает, на чем он можно экономить, на чем не нужно экономить, потому что бухгалтер, который не понимает структуры работы с детьми, а пришел, но он хороший, добротный бухгалтер, считает по-другому. А человек, который уже варился в этой каше, он понимает потребности, он понимает, вот давайте вот здесь сожмем, а вот здесь никоим образом нельзя, здесь надо вот это купить, это приобрести, это сделать. Кто-то вообще уходит с работы, или наоборот остается, пишет сказки, детский писатель. Если вы чувствуете, что вы можете писать, может пойти дополнительные курсы по писательскому мастерству, сторителлинг, или именно сценарист, может быть, мультиковые и так далее истории, а может именно писатель. тогда общение с детьми дает вам достаточно почвы информационной, идейной, вы идете, пишете. Это может быть художник, иллюстратор, который иллюстрирует какие-то сказки, книги, показывает это детям. возможно детский фотограф или видеограф, то есть вы делаете фотографии, из этих фотографий как-то обрабатываете, а может быть снимаете видео, потому что вдохновите ребенка, и показать его интересно, это тоже профессия, поймать этот кадр. Эти фотографии остаются на всю жизнь, мы открываем альбомы, восхищаемся, вспоминаем. Это тоже может быть полезно. К тому же, человек, который фотографирует, он не просто фотографирует, он начинает видеть по-другому. У него, благодаря фотографированию, смотрению через вот эту камеру, получается выделение акцентов. Этот человек лучше будет, например, детям помогать, обращать внимание на какие-то детали, на какие-то вещи. А присмотритесь, а какой красивый листочек. Если мы развиваем в детях чувство эстетической красоты, так это и превосходно. Возможно, ваш рост пойдет в направлении создания обучающих и развивающих книг, игр, дидактических пособий. То есть вы создаете различные, может, карточные игры, какие-то фигурные игры. Это могут быть психологические, развивающие трансформационные игры. Тоже очень перспективное такое направление. Создали, тут же с ребятами поиграли, посмотрели, насколько это хорошо, скорректировали и превосходно. То есть у вас появляется дополнительный интерес. Это профессиональный рост? Конечно, профессиональный рост. И когда у вас получится, вы можете поделиться своим опытом. И очень важное направление, это нейропсихология. Сейчас все больше детей с особенностями уже начали развивать, понимать, что ребенок с дислексией или с дисграфией, это неупрямый ребенок, который, объясняешь ему, говоришь, он понимает, он может словами объяснить, сказать, а вот когда пишет, не пишет, а вот читать не может читать, значит, он ленивый. Нет, он не ленивый, у него особенность. Что делает нейропсихология? С одной стороны, помогает, чтобы этот ребенок адаптировался к школе, не так сильно страдал. С другой стороны, это может быть особое видение, особое восприятие мира, благодаря чему есть превосходные писатели, есть ученые, художники, у которых и дисграфия, и дислексия, они смотрят на буквы, они говорят, буквы танцуют перед глазами, совершенно непредсказуемо, но они замечают какие-то особые детали, и они превосходно строят какие-то конструкции, вещи, создают важные для человечества вещи. Если мы говорим о здоровье сбережения детей, смотрите, многие хотят именно в садике развивать какие-то направления. Что я считаю самым важным? Осанка и моторика. Крупная и мелкая моторика. Моторика нужна для того, чтобы человек, ребенок, мелкая моторика, чтобы писал, а крупная моторика позволяет развитию мозга. Потому что, оказывается, мозг ребенка развивается только в то время, когда он действует. Если он сидит и смотрит книгу, банально его читает, его мозг не развивается. Его мозг развивается, когда он ходит по канату, по бордюру, еле удерживает, вот сейчас упадет. Вот его мозг тогда выравнивает, потому что вестибулярный аппарат проводит какие-то свои действия внутри, и у него образуются синапсические связи. Когда он берет горячий или холодный, ошпаривается или трогает разные структуры, тактильные ощущения, у него развивается мозг. Когда он слышит разные звуки, когда он слышит слова, буквы разных языков, у него развивается мозг, у него развивается еще умение разговаривать, произносить буквы. Потому что дети, например, в чьей семье картавят, имеют больше возможностей сами картавить. Не потому что у них проблемы с языком, строением чего-то, а потому что у них на слуху такое звучание, они это регулярно слышат, то и повторяют. То есть осанка и моторика имеют огромное значение. Чем больше занимается ребенок физическими действиями, и вот придумать, посмотреть, поизучать, какие упражнения помогают в том, чтобы выровнять осанку. А осанка – это еще и эмоциональное восприятие жизни. Вот если я вот такой, то я счастлива, если хожу вот такой, грустный, унылый, то настроение уже депрессивное, разное. То есть оздоровительная гимнастика, сколько у детей приходит, показывает там, вальгус растет, какая-то вот такая вещь, и у них идет вот развитие. Вижу вопрос, сейчас отвечу. Внимание и память. То есть мы развиваем внимание и память. Тогда мы используем, например, образовательную кинезиологию, если хотим, чтобы у детей развивалась речь. Образовательная кинезиология помогает лучше слышать, воспринимать, анализировать. А для того, чтобы развивать пространственные мышления, например, творчество, мы вставляем какие-то, собираем кубики, в пространстве ходим, выстраиваемся рядами, в два-три ряда, в шеренге, треугольником, не знаю, бегаем туда-сюда. Когда ребенок выстраивает все это в пространстве, не только на бумаге, у него развивается пространственное мышление. И когда в школу он пойдет, он будет правильно считать, там бы три клетки, или два, сверху, или снизу, слева, или справа. Вопрос, очень интересный поступил. Слушаю вас и задаюсь вопросом, а почему психологам важна личная терапия, а педагогам нет? Ну прям боль-боль, даже дети, наше будущее, наше общество. Так смотрите, психологам нужна, важна личная терапия, потому что они осознают, они видят, как это влияет на их жизнь. Если мы посмотрим людей, которые достигли больших успехов в современном мире, спросите, есть ли у них кто-нибудь, кто не проходил терапию? Нет таких людей. То есть они идут на психологическое развитие, и даже в Америке сейчас много тренд, какой тренд? Если бизнесмен хочет увеличить свой доход, он работает с коучем или с психологом, чтобы снять со своего головного мозга ограничения, что я не могу, у меня не получится, у меня родители не получали, нечего им не туда соваться и так далее. Или это невозможно, мы же думаем, что это невозможно. Так вот, они прорабатывают, а что? А есть люди, у которых это произошло, сделалось и получилось, и вот в виде это они развиваются. Педагогам тоже нужна, конечно, психологическая помощь, помощь коуча. Это, знаете, для чего? Во-первых, прежде чем понять родителей, которые приходят к нам, нужно понимать себя. Вот на днях случилась такая история с коллегой, с знакомым человеком. Мошенники обокрали ее мать, позвонили и сказали, что знаете что, вот прямо позвонили, как будто дочка, мам, спаси, помоги, я попала в аварию и так далее, сбила кого-то, мне нужны деньги, вышли. Маму убедили, даже при том, что у дочки нет автомобиля, она пошла, сняла все деньги со счета и отправила. так вот приходит женщина и говорит, а где доверие? Она не могла мне позвонить и спросить. Говорю, а ты не заметила другую вещь? Она настолько тебя любит, даже если об этом не говорит, что пошла и эти все деньги взяла, чтобы тебе отправить. Иногда мы не понимаем поступки, у нас как бы есть определенный шаблон, мы воспринимаем это как люди вроде бы то ли нас недооценивают, а у них другая подложка, а это проявление любви. Отдать все до копейки, чтобы спасти. Ну, конечно, плохо, что отдали впустую мошенникам, но суть-то другая. А как часто нам люди делают по отношению к нам одно действие, мотивируя одним, а мы не понимая сути, трактуем это совершенно по-другому. Поэтому педагог, когда проходит консультацию с психологом, работаю, какую-то терапию, какое-то время, несколько сеансов, что это ему помогает? Лучше понимать родителей. Родителей своих же учеников, которые приходят, а если мы их понимаем, то с ними совершенно по-другому выстраиваем отношения. Во многих сферах для работников организуется активная секция, спорт, оплачиваемая сфера, педагогики нет. Казалось бы, активность дорога педагога залог успешной реализации педпроцесса. Коллеги, а кто вам мешает собраться всем из разных мест, из разных городов и писать такое требование, ведь все завязывается в финансы, требование такое обращение в министерство. все учителя жалуются, что программа русского языка в школе образовательной не помогает в изучении русского языка, они недовольны многими вещами, но все молчат. Почему? Потому что если один учитель пожалуется в метод кабинет свой, там метод кабинет напишет, не дай бог, министерство, городская администрация, начальство школы по шапке, ты что, выскочка, почему написала и так далее. Но если несколько учителей, которые думают так же из разных городов, на онлайн платформе, сделают сбор, может быть, вот такое же собрание, как мы сейчас вебинар проходим, вы собираетесь, пишите общее обращение с вашими наметками и отправляете в министерство, никто вам по шапке не даст, потому что у вас много из разных мест, но в министерстве, министерство не дает по шапке, шапки дают нижнее начальство, ближнее начальство, там школа, детский сад, городская администрация, район администрации. А если вы сразу идете наверх, то вы с предложением идете, идите, давайте, это же прекрасное предложение. С другой стороны, что это делать? Изменения принесет на уровне министерства общее, а с другой стороны, вы можете обратиться в городскую администрацию, может, ваша городская администрация тоже найдет способ сделать такое, хотя бы поставить теннисный стол. Теннис это вообще пинг-понг, очень хорошее упражнение, и тело двигается, у вас внимание, координация действий, это все время ловить мячик, профилактика близорукости, дальнозоркости и других вещей. Так что делайте смелее. Так вот, вам небольшая таблица, вы можете по этой таблице взять и сделать, определить направления, которые вас вдохновили, я много говорила о разных направлениях. Для себя, для работы, для семьи, ну я для примера накинула, а вы сделайте, потому что для семьи тоже важно, семья вас питает. Вот найдите вот это направление, для себя, что вы хотите, чтобы внутреннее удовлетворение получить, для работы, для семьи, и возможно какое-то, что там будут состыковки, согласовываться и выстраивая траекторию, обязательно учитывайте все три направления. Небольшая подсказка для экстравертов и интровертов, если вы интроверт, возможно вам нужно поменьше общаться с людьми, тогда цифровые среда, методист, стратегия развития управления, тайм-менеджмент и системализация, это ваше направление. Экстраверт, социальная психология, уже общение с людьми, больше мотивация, как мотивировать, тайм-менеджмент в любом случае, эмоциональный интеллект, риторика, это те направления, которые вам нужно развивать. Где можно получать знания и затраты, сколько это стоит? Книги сейчас стали довольно дорогие, но во всяком случае, есть платные, есть бюджетный вариант, это электронные книги и бесплатные, очень много литературы можно скачать. Видео на ютюбе, у нас великолепные университеты, даже ломоносовский университет читает лекции бесплатно, зайдите на канал и найдите профессиональные качественные лекции на любую тему. Курсы с удостоверением гособразца, обычно они бывают дорогие и недорогие, но они отличаются тем, что здесь все нацелено на самообразование, никто вам обратную связь не будет давать, вы взяли поучились, вам надо пойти сразу же опробировать, попробовать, да, там есть тесты, но сидеть, объяснить и задавать вопросы в основном вы не можете, очень мало таких курсов, курсы без сертификации, есть бесплатные недорогие, но бесплатные для того, чтобы потом продать более дорогое, но иногда бесплатно столько интересного, что вложи его и у вас уже будет качественный рост, есть дорогие, чем они отличаются, часто эти курсы без сертификата имеют очень хорошую обратную связь, вот эти дорогие курсы, они потому и дорогие, что есть обратная связь, вы можете задать профессионалу вопрос и получить ответ, есть профессиональные сайты и сообщества, которые бесплатные или недорогие, но там постоянно общаются, это журналы какие-то, задают вопросы и получают, если вам нужны сертификаты, то вы оцениваете и направляетесь на одну, потому что для аттестации вам нужны сертификаты, но если вам нет нужды в сертификатах, вы уже ищите по своему усмотрению, по своим возможностям и желаниям. Санака говорил, полезнее знать несколько мудрых правил, которые всегда могли бы служить тебе, чем выучить многим вещам для себя бесполезными. так вот это о том, что нет знаний впрок. Вот я сейчас получу этот курс, может пять лет спустя сделаю. Нет, вы вот чему-то научились, сразу же практикуйтесь. Если вы не практикуете, то вы забываете знания. Если вы практиковались какое-то время и оставили, часть уйдет, но что-то останется. Но если вы почитали, взяли, ничего не сделали, друзья, мы не поможем. Учим и делаем. А какие-то есть эти профессиональные сайты. А знаете, что самое интересное? Когда вы вводите в информационную строку в интернете, это в Яндексе или где-то информацию, информация может прийти прямо сейчас или через два-три дня на вас навалится реклама по этой теме. То есть потому что этот Big Data считывают или эти как называют КД они считывают ваши запросы и дают вам соответственную информацию. Но смотрите, вы можете набить, например, группу в Telegram, чат в Telegram психологов для доу и так далее. И выходят целые рейтинги какие-то, рейтинг лучших или список групп, и вы можете найти, подобрать для себя очень много групп. Надо просто искать. Простой запрос в Яндекс или Гугл даст вам ответ, который нужен. И вот задаем как раз об этом и говорим. А как нам выбрать? Прислушайтесь сердцем. Вот много курсов есть. Почитайте, откройте, телом почувствуйте, вам удобно это или нет. Опирайтесь на отзывы знакомых. даже все равно, если дали отзыв, знакомые, компетентные люди, еще раз проверьте, может, манера речи этого спикера вам не подходит, вы не можете его слушать. Может, вам лучше читать, кому-то удобнее по дороге слушать. Выбирайте варианты. И личностный рост идет по этой пирамиде. Чем больше сфера вот здесь у вас удовлетворены, тем больше счастья вы чувствуете. Конечные желания, самое главное желание каждого человека просто быть счастливым. Поэтому что мы делаем? Мы получаем образование для того, чтобы получить хорошую зарплату. Если у нас есть финансовая обеспеченность, это первое, это платформа, это нижняя часть пирамиды, на ней строится все остальное. Если у нас нет финансовой безопасности, если у нас нет здоровья, вот наше тело не друг, а враг, то мы не можем развиваться, это нам мешает. Следующая потребность безопасности, когда различные сложности, вы в профессии можете легко лавировать знаниями, у вас достаточно знания, информации, вы можете найти нужный ответ. Даже если не прямо сейчас, то вы знаете, так, сейчас я здесь поищу, вот в той книге, вот в той тетради у меня записано, вот в интернете спрошу этого человека, это дает безопасность, потребность в принадлежности, почувствуйте счастье, себе, частью своего коллектива, очень важно, чтобы вы чувствовали себя своим, вашим коллективе, если у вас вот в этом проблемы, обязательно найдите способ наладить отношения, потребности в уважении, что это такое, если вы выиграли какой-то конкурс, получили новые знания, поделились, люди узнали об этом, что вы знаете хоть что-то, умеете вышивать крестиком, а кто-то не умеет, они начинают больше уважать вас, какое-то примитивное действие, не бойтесь показывать, рассказывать людям о том, что вы знаете, делитесь с ними своим опытом, правда, не так высоко, чтобы не считали вас выскочкой, а в уместном месте проявите себя, потребности познавательные, нам же всё время хочется что-то новенькое, это потребность познания, вот будьте курсы обучать, и дальше эстетическая потребность, уделите внимание красоте, отдыху, эстетику, пойти в концерт, в выставку, прогуляться по природе, по городу пройтись, выйти куда-то, это уже эстетика, красиво одеться, сделать макияж, принесёт счастье, и в итоге смотрите, а ведь у меня произошла эта самореализация, я реализовалась, и вот это и даёт личностный рост, чувство счастья, внутреннего счастья, вот это самое главное, что я вам хочу пожелать сегодня в этот праздничный день, и как говорит Олег Даль, воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника, если мы хотим, чтобы у нас выросли здоровые, хорошие дети, выросли, стали хорошими людьми, потом встречаясь на улице бегали, о, здравствуйте, сейчас я иду по улице, дети, о, здравствуйте, я давно не преподаю, они бегают, здороваются, настолько это приятно, так что, друзья мои, развивайтесь сами, и так ваши дети будут развиваться, ну что же, большое спасибо, вижу ваши добрые отзывы, поздравяю всех с праздником, хорошего дня вам, сегодня, завтра выходные, все, и на этом я завершаю, вижу уже, вопросов нет, все, развивайтесь, и опять повторю, самое главное, будьте счастливы, если вы счастливы, то вы даете намного больше детям, даете им опыт быть счастливыми, а этого очень сильно не хватает, все, до свидания, сходильные, так же, так же, так же, Продолжение следует...